МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. Жители трех сел под Волгоградом оставили накануне зимы без печей и газа. Власти отчитались о начале отопительного сезона, но в некоторых домах Волгограда тепла нет до сих пор. Проект, урезанного на 10 миллиардов бюджета региона, готов к рассмотрению в первом чтении. Окончание строительства второй очереди моста через Волгу переносится на два года. Отопительный сезон, на начале которого отчитались городские власти, не принес в квартиры волгоградцев долгожданного тепла. Сигналы СОС поступают буквально со всех районов города. Дзержинского, Центрального, Красноармейского, Краснооктябрьского. Нагреваю вот эту кастрюлю воды, чтобы горячая была целый день. И подогреваю, что и она тепло дает, и немножко хоть это горячей водой пользуюсь. У меня сосед, у нее двое детишечек маленьких, там вообще холодина. Прямо какой-то ледниковый период. 93-летняя Елизавета Федоровна Кондакова прикована к постели и не может согреться даже под несколькими одеялами, с учетом того, что в комнате постоянно включен обогреватель. Пережившая ужасы бомбежки Сталинграда, она не может сдержать слез. В управляющей компании «Жилкомсервис», обслуживающей часть домов в Центральном районе Волгограда, причину низких температур в домах волгоградцев предлагают искать в другом месте. А что вы к нам? Нам какой параметр дает тепловая сеть, такой мы и подаем. Ну, тепловая сеть, почему она дает такую температуру? То есть это все зависит от... Только от тепловых сетей. Подтвердить или опровергнуть информацию о вредителях из котельных отказались в Волгоградском коммунальном хозяйстве. Полное равнодушие проявили чиновники и газовики к людям, живущим в Среднеохтубинском районе Волгоградской области. В населенных пунктах Великий Октябрь, Бурковский, Визовки, готовя дома к обещанному подключению газа, жители разобрали печки и электрические котлы, оплатили все счета и остались без тепла. Газ им так и не подключили. Холода наступили, положение жителей в промерзших домах просто безвыходное. О ситуации высота 102 рассказывала 10 дней назад. С тех пор не изменилось ничего. От газовиков и власти нет никакой реакции. Проект бюджета Волгоградской области на следующий 2015 год рассмотрели все 10 комитетов Волгоградской областной думы. Завтра важнейший финансовый документ региона парламентарии рассмотрят в первом чтении. Суть ожидаемых изменений – сокращение доходов и расходов на 10 миллиардов рублей или на 12% от уровня текущего года. Думские финансисты уверяют, что урезанию по большей части подлежат доходы и расходы не реальные, а мифические, которые планировались, но из года в год не исполнялись. Какие именно строчки исчезнут из бюджета региона, станет известно ко второму чтению проекта казны. Впервые за несколько последних лет бюджет сформирован, по нашему мнению, реальным подоходом. То есть то, чего не хватало в предыдущих трех бюджетах, это был, скажем так, надутый объем доходов, который не обеспечивался. То, что касается расходов, да, мы указали на то, что представленный бюджет, он не подтвержден, соответственно, обоснованиями в плане тех расходов, которые представлены на бюджет в текущий, вот по сравнению с 2014 годом, 2015 сокращается на 10 миллиардов. Но при этом мы не видим, по каким именно законам будет проведена работа в части оптимизации, сокращения, приостановления. Окончание строительства второй очереди моста через Волгу переносится на два года. Сегодня на заседании правительства области принято решение о переносе сроков введения объекта в эксплуатацию на конец 2016 года. Причина – низкие темпы финансирования. Впрочем, жителей области этим не удивишь. Ведь первый пусковой комплекс, известный на всю Россию как «Танцующий мост», строили долгих 13 лет. Порядка 80% работ по этому мостовому сооружению сделали. Ставился вопрос как? Что дешевле? Может быть, законсервировать этот объект? Или все-таки продолжить строительство? Оказывается, консервация намного дороже, чем просто сегодня продолжение строительства. Порядка 3-4 миллиардов рублей. Если вдруг мы сегодня остановимся, экономим деньги в бюджете, направим на какие-то другие цели, то буквально после 2018 года стоимость объекта уже не 14 миллиардов рублей будет стоить. А теперь это не стоит. За последние 9 месяцев наркополицейские Волгоградской области раскрыли более тысячи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. У преступников изъято 1,5 килограмма героина, 265 килограмм марихуаны и 12 килограмм спайсов. За отчетами и цифрами стоят конкретные люди, выполняющие свой служебный долг, часто с риском для жизни. Орден мужества вручен сегодня майору полиции, и старшему оперу, полномоченному по особо важным делам отдела специального назначения наркоконтроля по Волгоградской области Алексею Шевцову. Во время спецоперации по задержанию крупного наркодилера майор получил тяжелое огнестрельное ранение, но проявил плоднокровие, самоотверженность и отвагу. Еще раз доказав, что истинное мужество в спокойном самообладании и в невозмутимом выполнении своего долга, несмотря ни на какие бедствия и опасности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин